ВИЦА – это проект для того, чтобы образовать третий сектор в плане IT. Мы знаем, что вы все люди образованные, все люди интеллигентные, очень умные и очень благородные. Но то, что когда эта публика начиналась, мы знали, что есть проблема, конкретно связанная с частью навыков, связанными с компьютерами. И если раньше, и то, что у нас до сих пор есть на сайте, мы наши задачи писали, описывали, что надо наведение мостов и мы действительно наводим мосты между программистами и коммерческими организациями. Мы создаем инновационные приложения, мы думаем, что они инновационные, мы действительно их пытаемся создавать. У нас есть история успеха, которой мы гордимся, и у нас есть история поражений, которую мы, по крайней мере, между собой не стесняемся рассказывать друг другу. И еще одна задача – это улучшение качественных услуг, оказыванных коммерческими организациями, по крайней мере, с помощью каких-то инструментов. Насколько в этом успешно, наверное, судить, скорее всего, вам. Но когда я в последнее время объясняю, собственно, то, что мы делаем, я говорил, что это, на самом деле, список очень больше. Во-первых, для нас очень важно разбудить ваше воображение по поводу того видного нового мира, в котором прилагается нам технология. И здесь, в скобках, на этом экране, я знаю, что, возможно, не все из вас имеют, но многие вещи, которые мы делаем, они в том или ином смысле несут погодники. Во-вторых, дать навыки. Да, у нас есть Алексейница, сидящий за камерой. Идет у нас и вебинары, кто-нибудь из фильма, вебинары, не длится. Да. Кто-нибудь смотрел видеоуроки на нашем канале, да? Если не смотрели, то советует зайти на YouTube. Вот. Это дать инструменты, да, то есть это и вейка, и платформа, и IT-волонтер, и те вещи, которые мы делаем в рамках Капу, но также это создать сети, да. То есть на тех мероприятиях нам очень важно, чтобы вы знакомились, и сегодня тоже у нас будет несколько перерывов. Вы постараетесь познакомиться, познакомиться, сказать привет человеку, который сидит рядом с вами. Вполне возможно, и даже не то, что вполне возможно, точно, у вас наверняка есть много вопросов общего, потому что, ну, если вы еще не знали, то вы, скорее всего, рядом с вами сидите человек, у которого прекрасная некоммерческая организация, которая делает очень много хороших вещей, точно так же, как и ваша некоммерческая организация. Я думаю, что у нас кто-то здесь есть, не из-за некоммерческих организаций. И мы говорим о третий сектор, в том числе как нашими собственными усилиями, так и усилиями тех людей, которые считают, что третий сектор можно сделать красивее. И, в частности, это и участники программы «Пасека», это креативные агентства и студии, которые уже что-то делают, это IT-волонтеры. Вчера приехал Алексей Клёсов из Магнитогорска, который уже помог тридцати четырем организациям сам. То есть просто своими руками он там, ну, я там чего-то там чиню, чего-то там делаю. А если вы зайдете в тропе найти банкер, там просто он лобит пятизвездочными отзывами. Потому что он действительно помогает и помогает бескорыстно. Ну и, собственно, из вот этих вот пяти задач, которые действительно, собственно, происходят, у нас на переломе 2015-2016 года появилось вот это вот загадочное слово «метод темы». Мы стали думать, ну, окей, мы понимаем, что мы каким-то образом пытаемся заполнить нишу, которая пустует. Что мы пытаемся, скажем так, дать то знание, которое каким-то образом не появляется само по себе. И как это структурировать? И, собственно, появились метод темы, да, метод темы. Мета – это означает что-то обобщенное, абстрагированное. Вот. И здесь метод данный, метод память. Это те темы, те десять тем, в которых мы можем уложить фактически все, что делает теплица. Или уже сделаем в этом ключе, или хотим делать. И что это такое, да? Вот здесь вот пять тем, мы их, я остановлюсь на них чуть позже. Пять из них посвящены некоммерческим организациям. Мы верим, что некоммерческие организации и технологии могут в этом помочь. Они должны быть осмысленными, эффективными, безопасными, устойчивыми и, прежде всего, финансово устойчивыми. И быть, и не стесняться быть средствами массовой информации. Да, потому что фактически любой человек, либо организацию, у которой есть доступ в интернет, становится средством массовой информации. И мы можем либо делать все то, что мы делали раньше, ну, просто так, как я допустил, статью, отчет о нашем мероприятии, где мы все сидим за столом и днем чай. Да, то есть, условно, мы часто это делаем, даже фактически поиграют с такими делами. Но можем, наверное, в том числе делать и что-то более интересное, да? И рассказывать о том, что мы делаем интереснее, вовлекать больше людей, действительно, сами больше радоваться от того, чем мы занимаемся. Вот, некоммерческая организация, как СМИ, и здесь мы, наверное, кто-нибудь читал какие-нибудь материалы по продвижению в сети на нашем сайте. Да? Да. И появляются уроки. Собственно, когда я думаю, да, о том, что, собственно, социальные сети позволяют, действительно, некоммерческой организациям продвигать свою информацию, это действительно так. Но этого недостаточно, да? И то, что будет делать и в лице, по крайней мере, остаться, мы будем не только говорить о том, как механистически увеличивать ваш охват в социальных сетях, но и как пытаться копировать журналистские навыки, навыки авторов, писателей, рассказчиков, как рассказывать о том, что вы делаете так же хорошо, как то, что вы, собственно, делаете сами. Да? Потому что очень часто, это то, что называется отклонение активиста, очень многие сотрудники некоммерческой организации сначала делают, потом говорят, ну, неважно, как я об этом рассказываю, мы считаем, что это не так, потому что это очень важно. Безопасная некоммерческая организация нам важна, потому что это касается не только вас самих, а в цифровом мире все больше и больше небезопасности и опасностей, это втекшие фаноли, какие-то взломанные сайты, сайты без бэкапов и прочие другие вещи. И это, на самом деле, та ситуация, когда плохой порой не только касается вас лично, ну, ладно, там, ну, будет другая почта, может, там, что-то вывелось в интернет, но это касается ваших благополучателей. А чем больше вы становитесь, тем больше благополучателей у вас становится, тем более чувствительнее и опаснее становится эта тема, да, потому что опасностей в интернете меньше не становится. Сейчас средний возраст хакера, который взламывает какие-то вещи, просто так снижается. Сейчас 15-16-летние дети делают то, что раньше могли 30-40-летние люди из профессии, да, и поэтому нам нужно всем становиться чуть-чуть более заразными. Осмысленно некоммерческой организацией, я понимаю, что это очень интересно говорить, что подразумевает этим образом, что некоммерческая организация неосмыслена, но мы считаем, что когда вы, и мы просто видим это, когда некоммерческие организации сталкиваются с технологиями и особенностью с тем, что как написать о своей организации, они сталкиваются в том числе и с тем, что им нужно переосмысливать свою деятельность. И в этом плане, наверное, здесь мы сами сталкиваемся очень часто с этим процессом, что процесс осмысления и переосмысления своей деятельности, это на самом деле постоянный процесс, где современные технологии, современные методы и дизайн мышления, они могут только помочь. И на самом деле новые знания о том, как люди воспринимают информацию, как они общаются друг с другом, все то, что за последние 15 лет появилось, в том числе в науке, в когнитивной науке, и преобразилось в виде каких-то психологических, когнитивных, социальных каркасов, фреймворков, лучших практик и советов, которые уже неразрывно связаны с технологиями, мы считаем, что эти лица может это передать и каким-то образом тоже вам помочь сделать вашу работу эффективнее. И здесь уже речь идет об эффективности, ну и я думаю, что говорить о том, как цифровые инструменты могут повысить вашу эффективность, эффективность командной работы, вашу личную эффективность, я думаю, об этом говорить избыточно, вот, и, наверное, я бы займет больше времени, чем есть у меня. Наконец, это устойчивое право, и здесь все, что посвящено краудфандингу, фандрайзингу, плагинам Грейка, да, как мы говорим, что, в принципе, когда вы организуете конференцию и вы говорите фандрайзинг, краудфандинг, вам нужно больше думать по поводу, придут к вам, придут или не придут, вот, потому что, скорее всего, придут, деньги интересуют всех, деньги важны, вот, но фандрайзинг, краудфандинг этим не исчерпывается, да. Мы входим в период экономики данных, когда те данные, которые, в том числе, можно собирать с помощью сайта, приложения, цифровых инструментов, становятся настоящей валютой. И здесь некоммерческие организации, в принципе, могут найти для себя новый бизнес-модель, да, и то, что, например, последние несколько лет приносят в Россию социальные предприниматели, у нас есть здесь кто-нибудь из социальных предпринимателей? Нет? Ну, хорошо, так или иначе, может быть, они увидят это в записи. Вот, то, что приносят социальные предприниматели, они приносят тоже, в том числе, новую логику устойчивости, что можно не только жить за счет графовой модели, за счет модели пожертвований, но и придумывать какие-то интересные способы повышения собственной устойчивости и развития. Наконец, у нас есть три мезотемы, связанные уже не с НКО, а с технологиями. И это технологии с целью. И вот, что я называю технологией с целью? Кто-нибудь читал вчера, например, такие дела? Да? Вот компания Uber, она заключила с поиском детей из МВД, потому что без МВД, не получится сотрудничество, кто-нибудь пользуется Uber. Да, вот. Теперь, когда пропадает ребенок, попадает в поиск детей и, собственно, передается в базу Uber, то водители, в том числе, получают информацию о том, что они могут стать участниками поиска пропавших детей. Да, это технология, которая была скопирована, изначально сделана для Ember Alert, той же компании Uber. Но Uber, да, мы все считаем, что это технология для такси. И вдруг она становится фактически применима для каких-то реальных задач, которые обычно делают некоммерческие организации. И таких примеров множество. Да? Примером технологии с целью может быть программа Infodonor, которая будет здесь, собственно, предпредставляться, презентоваться. Да, это когда компания Microsoft сказала, что мы будем с 96, кажется, если я не ошибаюсь, 94-процентной скидкой давать программные продукты некоммерческим организациям, потому что они могут повысить эффективность и улучшить мир. Да? Это все то, что мы называем технологиями с целью, когда их можно определенно применить в оплату. Технологии преодоления. И здесь, наверное, может меня поддержать Игорь. Мы как раз две недели назад проводили хакатон равных возможностей. И равные возможности. Инклюзивная технология – это только часть технологии преодоления. Это все те технологии, которые позволяют нам преодолеть. Игорь работает в организации «Зауи перспектива», с которой мы проводили мероприятия. И, собственно, для нас очень важно то, что есть новые технологии, которые… те барьеры, которым оказались существовали тысячелетиями у людей, сейчас это можно преодолеть. То есть у нас на хакатоне появился браслет, который жесты переводят автоматически в текст. Еще 20 лет назад это можно было представить, наверное, в каком-то фантастическом фильме. Сейчас это то, что побеждает здесь, в Москве, на хакатоне такого, может быть, городского, даже не федерального масштаба. Но технологии не всегда могут служить преодолением. Технологии в том числе могут служить в очень неправильных вещах. Они могут вводить нас в заблуждение, они могут заставлять нас платить больше, делать то, что мы не хотим, при этом мы этого сами даже не заметим. И поэтому, и особенно это важно в условиях алгоритмов, когда, например, все пользуются Facebook. И вы, наверное, замечали, что у вас не всегда появляются все-все-все новости от всех-всех ваших друзей. И вы на этом алгоритм. И представьте себе, что если этот алгоритм немножко поменять, он будет вам показывать совсем, вообще совсем не те новости, на которые вы даже никогда не подписываетесь. И это становится большой проблемой. Безусловно, Facebook – это организация хорошая, этичная. Они, возможно, не всегда сделают какие-то ошибки. Но, так или иначе, они этичные до тех пор, просто пока мы смотрим на них. И точно так же, как все остальные. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы технологии действительно как-то улучшали нашу жизнь, нужно обязательно смотреть на них с точки зрения их этичности, насколько они действительно отвечают интересам людей, человечества, если брать шире. И только уже потом создателям, интересам, каким-то акционерам. Наконец, две темы, которые у меня остались, и я еще успеваю. Это продвижение программирования и компьютерная грамотность. Мы считаем, что это в целом навыки 21-го века. И есть такой писатель из Нью-Йорка, Даглас Рашков, у которого предки из Молдовы. Он такой известный, критический писатель. Его Максима гласит следующим органом – «Если вы не программируете, то программируют вас». И для нас это очень важно, и особенно это очень важно, наверное, для наших детей и подрастающего поколения, потому что, ну, еще, наверное, сто лет назад люди, многие, скорее всего, ну, мои ветки, наверное, тоже, у меня вот и из Брянской области, и из сельской местности, они, наверное, считали алфавит, ну, такой необязательной технологией, которую нужно знать. Что кто-то ее знает, но, да, как бы фан-визи называлась. Зачем знать историю? И алфавит зачем знать, действительно. А все-таки уже в двадцать первом веке, и даже уже в двадцатом, было как-то без алфавита, наверное, немножко сложно, действительно сложно. Мы считаем, что программирование – это точно то же самое, но не просто программирование. Mozilla Foundation считает, что это целый спектр знаний. Они недавно выпустили, я прошу прощения, что на английский, но перевода русского пока еще нет. Mozilla обычно переводит это на сразу несколько языков. Это целый спектр навыков двадцать первого века. Это как когнитивные, так и креативные навыки. Все это чрезвычайно важно, и мы будем стараться рассказывать о них. Мы уже об этом рассказываем. И отдельно при этом мы выделяем онлайн-образование и образовательную коммуникацию, потому что информации становится больше, знаний становится больше, чем понимание необязательно. Для того, чтобы успеть со всеми технологиями, я, например, мне приходится вставать в семь утра, читать только новости каждый день, и еще читать книги. Я понимаю, что это ужас на книге. Какой ужас. Но так или иначе, об этом всем нам нужно будет рассказывать нашим детям. Нам нужно самим будет учиться. И это возможно. Это возможно, потому что в наш мозг можно упаковать достаточно много, и нужно просто знать как. Сейчас многие онлайн-курсы мы уже видели. Первое поколение онлайн-курсов мы сами создали онлайн-курсы. Первое поколение уже куда-то прошло. Сейчас активно набирают второе, третье поколение онлайн-курсов и образовательной коммуникации. Не только приходят к выводу люди, что это не только онлайн, это какие-то гибридные методы и так далее. Мы считаем, что это все наша тема, потому что она относится как раз вот к этому широкому контексту инноваций, и в том числе в третьем секторе.